Волейбольная жизнь Волейболиста Камички ждал сюрприз. В расположении клуба прибыла центральная блокирующая из московского «Динамо» Валерия Гончарова. На условиях аренды она будет представлять Омскую область до конца нынешнего чемпионата. Мы сегодня представляем нового игрока. Вот это ее будет новая мальчика. Будьте ласковы, кстати. Я думаю, что... Вручая Валерии Майку Амички с игровым номером 10, президент клуба Владимир Шумаков выразил надежду, что в этой форме Лера будет смотреться лучше, чем в цветах московского «Динамо». В период до заявок у Валерии Гончаровой было несколько вариантов продолжения карьеры. Рассматривались предложения уехать в Польшу, Турцию, Италию. Место в основном составе Амички оказалось в итоге более привлекательным. На пресс-конференции Гончарова отметила, что переход в команду Омской области – это шаг вперед в ее спортивной биографии. И в первую очередь потому, что в Амичке, по сравнению со столичным «Динамо», она получит больше игрового времени и сможет показать, на что она способна реализовать себя в игре. Такая возможность у Гончаровой появилась уже через несколько дней, когда команда Омской области отправилась в сложный выездной тур по маршруту Москва-Хабаровск-Санкт-Петербург. К первому техническому перерыву «Динамо-Янтарь» было впереди – 8-7. За счет уверенных действий на блоке хозяйки наращивали преимущество. И главный тренер Амички Виктор Ушаков был вынужден использовать два разрешенных таймаута, что помогло Амичкам совершить впечатляющий рывок. В одной расстановке удалось забить 6 мячей подряд. Нервная концовка партии в итоге осталась за гостями – 24-26. Победа во второй партии далась волейболисткам Омской области гораздо легче. Захватив инициативу, Амички не давали сопернику к себе приблизиться. Многочисленные ошибки на приеме и в атаке «Динамо-Янтаря» не позволили вернуть Амичку. В третьем сете все попытки тренерского штаба хозяев переломить ход матча оказались тщетными. Наша команда без особых проблем набирала очки. И для всех собравшихся в зале стало понятно, что «Динамо-Янтарь» потерпит очередное поражение в родных стенах со счетом 0-3. Для победы в Хабаровске нашим девушкам также понадобилось три партии – 25-23, 26-24, 25-18. И еще три очка в копилке Амички. В заключительном февральском матче на выезде Амичка встретилась с Ленинградкой. Разница в классе между соперниками была слишком заметна. Буквально с первых минут гости ушли в отрыв. На одну результативную атаку петербурженок сибирячки отвечали двумя. А в середине первой партии буквально в одиночку Ленинградку растерзала Людмила Малафеева. На ее подаче Амичка набрала 6 очков. Хозяйки площадки так ее и не остановили. Малафеева сама подала в сетку. Преимущества в 12 очков оказалось достаточно, чтобы одержать победу в этой партии. На старте второго сета подопечной Александра Кашина предоставили сопернице в пору 0-5. Амичка уверенно ввела в матче и блистала в атаке Ева Янева и хорошо вписавшийся в состав Валерия Гончарова. Но активная ротация состава и излишняя самоуверенность гостей привели к тому, что Ленинградка практически догнала соперниц. И все же Фортуна склонилась в сторону омской команды. В заключительной партии хозяйки площадки начали игру только со счета 0-9. Шансы догнать Амичку у Ленинградки были, но сил на концовку уже не осталось. Довольно-таки уверенно мы их выиграли. Единственная была небольшая запарка во второй партии. На ошибались на приеме в частности и другие ошибочки были, подпустили немного их поближе к себе. И был счет 25-23, а третью партию тоже спокойно выиграли с хорошим отрывом. То есть в принципе с главной установкой тренерской справились и как бы проблем особо не было. Маршрут был непростой, но в принципе готовились, знали, что легко не будет. И были максимально настроены, как бы выполнить задачу. Раз, собственно говоря, такие жертвы и расстояние, значит, надо, чтобы все это было не зря. Привет! Спасибо тебе большое! Привет! Спасибо тебе, Дали! Вот. Понравилось? Да, конечно! Я рада! Встретить любимую команду после тяжелого выезда в Омский аэропорт приехали верные болельщики Амички, ряды которых пополняются. К числу болельщиков я присоединился недавно. И буквально сегодня мне один из них предложил съездить после тяжелого вылета, встретить команду в аэропорт. Ну, недолго думая, я согласился. Ну, и, собственно, мы поехали, пусть в небольшом количестве, но приехали, встретили команду, встретили с девятью очками. После двухнедельного выездного тура и трех гостевых побед волейболистки Амички с нетерпением ждали домашнего реванша за поражение в первом круге от балаковских спортсменок. Так же, как и в декабрьском рандеву, для определения победителя понадобилось пять партий. В первом же сете болельщикам стало понятно, что легкой игры не получится. Мало кто ожидал, что при равной борьбе концовка стартового сета останется за гостями. 23-25. Вторую партию протон начал уверенно и пытался задавать игровой тон, но только лишь до первого технического перерыва. Затем инициативу перехватили Амички, и в роли догоняющих гости оставались практически до самой концовки. Догнать догнали, 21-21, но развить успех не сумели. 25-22. Борьба за каждый мяч возобновилась в третьем сете, однако в середине игрового отрезка Амичка совершила пятиочковый рывок и более не позволила сопернику выходить вперед. В четвертой партии пришло время протона диктовать свои условия. Создав комфортный задел, балаковские девушки лишили противника надежды на максимальное количество очков в этой встрече и довели матч до тайбрейка. В пятой партии омские болельщики окончательно убедились, что протон далеко не самый удобный для Амички соперник, но все же два очка дома омские волейболистки взяли. После пятнадцатого тура Амичка имеет в своем активе 29 очков и занимает пятое место в таблице розыгрыша. Следующие три матча наша команда проведет на выезде, а ближайший домашний поединок запланирован на 25 марта. Амичка встретится с Уралочкой. Пожелаем команде Омской области продолжение победной серии. Продолжение следует...